Вот бьется сердце, мне сказали, за счет импульсов, которые идут из нервной системы. Физиолог мне ответил. А я его спросил, а импульсы нервной системы, они откуда возникают? Вот что дает им силу? Почему они возникают? И он такой, говорит, мне никто не задавал такой вопрос. Он не знает, откуда как бы импульсы возникают. Ну, как есть прочукчу анекдот, это то, что он читает, что электрический ток идет из розетки. Понимаете, он абсолютно убежден в это. Точно так же и это тоже, откуда идут эти импульсы, непонятно. И когда я начал изучать ведические писания, все стало понятно, эти импульсы идут из тонкого психического тела. Психическое тело питается от души, душа имеет вечную природу, божественную. Вот, то есть основной всего лежит душа, она находится в области сердца. Вот здесь маленький кристаллик, такой кристаллик, атом, духовный атом, как есть атомы вообще в этом мире, разные атомы, так есть духовный атом. Один маленький духовный атом объединяет вокруг себя жизнь. Представляете? Из признаки присутствия этого духовного атома, они написаны, описаны в ведах. Если процессы все идут в сторону синтеза, то есть что-то создается, и причем это синтез не просто каких-то там непонятных структур, а синтез идет вполне организованный. То есть это очень организованное существование материи, которое нельзя встретить в природе. Дальше второй признак — это стремление к счастью. То есть, допустим, растения растут к солнцу. Мы видим, рыбки плавают за тем, чтобы покушать, стремление к счастью. И даже, оказывается, внутри камня есть жизнь, потому что там есть признаки жизни. Например, одним из признаков является защита, ну то есть защита своей жизни. У камня есть, в некоторых формах камня есть такие, как бы, каркас такой защитный. Внутри этого каркаса растут кристаллики. На каркасике такие отбачковываются, такие маленькие, как они, а-то камешки, такие аметистые, грузы аметистовые, такие небольшие. И это означает, что разгножение — это тоже признак присутствия души. Создавание себе подобных разгножений — признак присутствия души. Следующим признаком присутствия души является знание. Вот, например, обладают знанием деревья или нет? Они знают, где расти, куда расти, сколько им надо воды, сколько им надо минералов там в земле, чтобы лучше расти. Понимаете, то есть есть знание. Яблони никогда не ошибаются. Она, допустим, по ошибке раз груша вылезла, да, она перепутала. То есть никогда не ошибаются, всегда только яблоко возникает. Это означает, что это обладает знанием. Вот, то есть, видите, признаки жизни души, присутствия души, существуют признаки определенные. Также признаком является тонкое тело. Оказывается, тонкая психическая структура у дерева, то есть основные психические каналы, и у человека имеют одинаковые совершенностроения. Точно так же и у, допустим, животных. Поэтому я, научившись диагностировать людей, я могу определить болезни и хронические заболевания дерева, хронические заболевания коровы, ящерицы и таракана даже. Я просто могу протестировать, определить, у таракана там насморк хронический там или что у него. Ну, то есть у него тоже есть такие же тонкие каналы психические, они так же забиваются, в результате на основе них грубое тело начинает страдать. Понимаете? И самое удивительное заключается в том, что ум сам способен себя воспринимать. То есть он воспринимает этот мир с помощью пяти чувств. Это называется чувством познания. Если человек оттачивает это чувство познания, он может воспринимать строение, даже тонкое психическое человека, так же, как на пианино, допустим, виртуозно играть. Это всё просто оттачивается, изучается. Некоторые сделали утверждение, что это просто у меня способности такие, а я взял и выучил себе учеников. Теперь у них тоже есть такие способности. Я езжу, а приём без меня уже идёт там в клинике. Это доказывает повторяемость. И мы с ними полностью совпадаем в своём понимании вещей. Диагностика одинаковая происходит, что я делаю, что они. Таким образом, это тоже наука, только она сложно понимаемая, пока может быть непринимаемая современным миром. Но, тем не менее, она практична, она даёт возможность быстро менять свою судьбу, просто зная, как это всё работает. И сейчас я вам буду рассказывать. Итак, ум состоит из тонких психических каналов, которые называются НАДИ. Эти психические каналы соединяют разные органы, системы между собой. И из три самых главных канала, один идёт вдоль позвоночника, доходит до макушки, и этот, я улыбаюсь, позирую. Но лекцию, когда мне снимают, я читать не могу. Ну, я ведь уже позирую, давайте. Всё, и больше мы не фотографируем. Итак. Этот центральный канал психический, он отвечает за работоспособность человека. Допустим, он слабенький у человека, у человека от природы малой энергии. Он чуть-чуть поработал, устал. Если канал сильный, этот психический, центральный, сушумно-нади называется, сушумно-центральный канал, то у человека тогда, у него много сил. И этот канал, он предназначен для того, чтобы распределять энергию по всему телу. В нём находятся чакры, такие психические центры, которые, как подстанции, они просто преобразуют энергию. Какая энергия нужна для какого органа, там разные частоты, волны, и всё это преобразуется в этих чакрах, которые связаны с сушумной, центральным психическим каналом. По бокам идут два канала психических вокруг сушумной. Один канал Ида-Нади с левой стороны, а другой справа Пингала-Нади. Ида-Нади – это канал, связанный с энергией любви, с женской природой. То есть у женщин он в три раза активнее, поэтому женщина, девочка маленькая, у неё уже с рождения, этот канал в три раза сильнее работает, и поэтому женское тело формируется очень нежным, красивым, чувствительным, внимательным и так далее. То есть уже по-другому формируется сама структура тела с детства у женщины. А у мужчины активнее с правой стороны психический канал, который называется Пингала-Нади. Этот канал отвечает за мужественность, целеустремлённость, способность достигать результата, ответственность, терпение, уравновешенность психическую. Психика мужчины, характер не движется, он стоит на месте. У женщины постоянно настроение меняется, как волны в реке движутся постоянно. Чуть прошло немножко времени, настроение испортилось. Потом раз опять лучше стало. Всё, меняется постоянно. Одна женщина не знает, когда у неё будет лучше, когда хуже. И мужчина не понимает, что у тебя такое вообще с ней происходит. У меня нормально, всегда у неё всё меняется. Видите, это всё зависит от психического строения. Это как бы всё зависит не от того, что не повезло женой, а вот так устроен этот мир, вот так это надо знать. То есть вот эти каналы психические, они могут меняться в активности в зависимости от того, какие бзики у нас существуют. Эти бзики все возникают в разуме, который управляет умом. Но мы об этом чуть позже поговорим, а сейчас мы продолжим. Допустим, женщина, она не близкие отношения строит, которые связаны с Идой Надей, вот этим психическим каналом. Близкие, семейные отношения, доброта, нежность, простота, чистота восприятия, желание заботиться, прощение. Это естественные качества женщины, которые связаны с этим психическим каналом. Если она устремляется в то, чтобы больше учиться, работать и так далее, то есть она не занимается личной жизнью, а больше занимается тем, что она социальной деятельностью занимается, обучается, там работают и все прочее, то в результате она есть же семейная жизнь, понимаете, личная жизнь, семейная, а есть общественная жизнь. Если она уходит в общественную жизнь, то у ней как бы психика грубеет, она становится такой, как бы, уже не такой нежной, доброй. Она такая становится, фрокенбок такая, как бы. Вот. И у нее-то также страдает организм, то есть начинает страдать бермональные функции по-женски, страдает настроение, она в напряжении постоянно находится, потому что женщине свойственны личные отношения, близкие, а на работе деловые отношения, она устает в этих деловых отношениях, напрягается. И потом ей тяжело как бы даже замуж выйти, потому что на это не хватает сил, внутренней силы, для этого надо же по-другому настроиться, жить. Видите, не зная свое психическое строение, люди часто попадают в плохие ситуации жизни. Или мужчина, допустим, он думает, я работу себе найду, когда-то, да, и буду развитым. А сейчас я буду пока дома сидеть и готовить жене еду, потому что она работает же, должен о ней заботиться. Вот, и он становится как тряпка такой. Почему? Потому что мужчина должен постоянно в аскезе жить, развиваться как личность, работать над собой. Он не должен балдеять, сидеть дома постоянно, там телевизор смотреть целыми днями. Это не мужское занятие. Мужчина должен трудиться, активным быть, сильным, побеждать судьбу. И здоровым он тогда становится. Мужчина становится здоровее, когда спит на твердом, закаливается, когда постоянно в труде, в активности. Тогда у него тело здоровое такое, ему не надо даже лечиться, у него организм крепкий. У женщин более чувствительный организм, они больше болеют, поэтому из-за этого по природе. А мужчина меньше болеет, он больше трудится. И поэтому существует такая негласная диагностика заболеваний женских. Первая стадия болезни – это больна. Вторая стадия – очень больна. Третья стадия – вдова. Ну, это мужу было, она еще очень больна остается. Ну, то есть, как бы, мужчина терпит постоянно, он не болеет. Женщина, она всегда лечится. Это хорошо, так должно быть, это правильно. Но так или иначе, есть, вот видите, разное строение психическое. Мужчина и женщина, надо это понимать. Если женщина, у вас жена, если постоянно болеет, то узнайте, что это у всех женщин так одинаково. Они все постоянно болеют чем-то. Надо всегда чуть-чуть болеть чем-то. Иначе неинтересно жить. А вот теперь женщина должна знать, что мужчина, даже если он болеет, он об этом не знает. Если вы как бы видите, что он уже болеет, а он как-то длиннее, нормальное. Вот. Вот, мужчина лечится только в реанимации, в основном. Одно только отделение медицинское у мужчины для лечения. Почему? Потому что так психика устроена, она устроена на победу, ему не хочется расслабляться, там лежать, надо что-то делать. И это все обусловлено вот этими тонкими энергиями психическими, которые идут в организме. Они по-разному действуют. Итак, существует разум. Разум — это психическая структура, которая отвечает за регуляцию деятельности всего организма через регуляцию ума. Понимаете, тонкое тело ума, оно питает энергией весь организм. Есть такая энергия, которая называется прана, на санскрите прана. Она питает весь организм. Но это слово вообще ни о чем не говорит. Ни нам, ни индусам. Ни о чем. Есть другое слово, которое точно характеризует ту энергию, которая питает весь организм. Это слово называется счастье. Вот когда энергия счастья идет у человека внутри, ему хорошо, счастье есть внутри, и у него и тело здоровым становится, потому что все органы, клетки, организм питаются энергией счастья. Только каждый своим. Вот, допустим, сердцу нравится честность, энергия честности — это энергия счастья. Печени нравится стабильность, ответственность. Кишечнику нравится размеренность. Позвоночнику нравится способность не напрягаться, отдыхать. Если человек обижается, сердце страдает, с ней хватает счастья в сердце. Да? Обиды. Человек обижается, даже сам держится вот сюда. Ты меня обидел. Вот так держится, да? То есть уже есть отработанное движение даже. Или, допустим, у человека, он суетливый, ум у него, да? Или то у него понос, как Задорнов рассказывал. Сутливый ум понос. А если он медленно думает, то запор. Это с кишечником связано, понимаете? Что не сделаешь, так устроен организм. Вот. То есть, видите, каждый из всех черт и характера связан с какими-то органами. У меня даже есть таблица такая. Изучал это и все это расписал. И разум, он пытается вот энергию уму давать, энергию счастья. Он ищет эту энергию счастья повсюду и ее находит. И есть определенные даже термины, которые, в общем-то, и связаны с деятельностью разума. Но мы об этом ничего не знаем совсем. Например, мы не знаем, что вера означает ощущение счастья, что откуда-то идет счастье. Вот, допустим, женщина родила ребенка, и она чувствует счастье от него. В кого она будет верить? Ребенка. Вера формирует цель жизни. Она тоже находится в разуме. Она говорит, мы живем для ребенка, понимаешь? Мужу. А муж, она любит ребенка, а муж любит жену. Так как он любит жену, он принимает ее, как бы она для него как Бог. И он принимает ее слова. Говорит, да, мы живем для ребенка. Вот. И она говорит, поэтому яблоко в холодильнике не бери. Не бери, потому что ребенку все. Ребенок там покусал это яблоко, она доела за ним, а муж остался без яблока. Все нормально, как бы, живем для ребенка. Муж работает. Все для фронта, все для победы. Вот. Когда появляется вера во что-то, источник счастья, появляется сразу цель жизни определяется этим объектом. Можно даже, допустим, для жучки жить. Если, допустим, поверила в жучку, полюбила жучку, то тогда даже внучке ничего не достанется. Все жучки, понимаете? Ну, то есть, любовь, она определяет цель, направленность жизни человека. Я видел, что одна женщина вообще с пятью собаками такая идет, она их перекликивает, говорит, там Джульетта, там Баранетта, и так далее. И вот так вот человек живет. То есть, есть энергия счастья, когда человек чувствует ее, он начинает в это верить, потом появляется цель, а желание достигнуть счастья называется решимостью или целью стремленности. Человек решительно настроен, хочет достичь этого. Например, когда люди верили в нашу страну, в нашу Родину, в светлое будущее, тогда они были целеустремленными для того, чтобы защищать Родину. Если люди в Родину не верят, как они будут жизнь за нее отдавать? Так? Они чувствовали, что в нашей стране будет светлое будущее, счастье мы получим жизни в этой стране. И все песни об этом были, да? Мы раздены, чтоб сказку сделать былью, преодолеть пространство и просто, да? Все выше и выше и выше, стремим мы полет наших птиц. Ну, то есть, видите, с верой как бы мы живем для нашей страны. Вот так вот люди жили, это означает, что они чувствовали счастье в будущем, светлое будущее они чувствовали. И так далее. То есть, надо понять, что разум, он дает энергию счастья уму. И вы удивляетесь, да, что я пою. А как иначе вас, вот три часа вам просидеть здесь на лекцию подумать? Ну, должна лекция быть как концерт. То есть, расслабьтесь, слушайте, вам будет весело. Иногда я шутить с вами буду. Иногда мы будем решать какие-то сложные вопросы. Вам будет интересно, просто расслабьтесь. Ничего не удивляйтесь сейчас. Если я затанцую, тоже нормально будет. Ничего страшного. У нас здесь же не институтский вот этот вот учебный класс. У нас с вами идет беседа такая о жизни. разум имеет знание внутри себя, он соткан из знания, ум соткан из счастья, из настроения. Когда счастье движется по организму, создается настроение разное, эмоции, чувства. тогда разум движется по организму, он дает знание. Говорит, это мороженое надо есть. Я вчера ел мороженое. Очень вкусное. Ангара, Ангар, ангар, ангария. Ваше местное мороженое. Очень вкусное. И мне его, меня его кормил как раз тот человек, который это мороженое и создал. Вот так. Он ходит на лекции тоже. Ко мне прикреживает на лекции. И мне объясняли, что это мороженое надо есть. Я чувствую, правда, ему вкусное, классное мороженое, такое приятное, как в детстве, плампир. Вот этот вот. Иногда ешь мороженое и чувствую, что какое-то оно не такое. Вроде бы тоже холодное, но что-то не то. Это разум. Действует разум. Он разбирается во всем. Он как бы может определить, что на вкус есть что. То есть все градации вкусов определить. Некоторые даже могут соки тестировать. Просто на вкус чуть выпил. И у меня синдус один знакомый, он только увидит камень, вот так постучит, говорит, это такое-то камень из такого-то места, из Бразилии, или еще где-то. Он все знает про них. Просто взглянул на камень, потрогал его, уже знает откуда. Ну, то есть, это деятельность разума. Разум, он изучает все, как есть в этом мире, во всем пытается разобраться, все пытается понять, изучить и так далее. Деятельность разума означает познание. Познание. И есть пять чувств познания, они по-разному совершенно познают мир. Вот, например, чувство слуха, оно наполняет разум силой, хоть мы об этом не знаем. А что значит наполняется разум силой? Это значит, увеличивается сила боли, способность менять свою жизнь и так далее. Вот если рано вставать не можешь, на работу надо рано вставать, надо включить звук, не такой там какой-то сирену. Это пугает разум. А надо включить звук, допустим, который бы вас вот к совести призывал, допустим, вставай, проклятим заклеменный. Ну там, или, допустим, звук, наоборот, принесущий счастье, любовь. Не спи, вставай, гудряя. То есть, какой вам больше нравится, то есть, вы решите для себя, но когда человек слышит звук, он сразу раз, ему хорошо становится, тут же просыпается, потому что он не спит, он спит, он всегда видит сны, понимаете, грезы всякие. Он не спит, он все видит постоянно что-то, или он может чуть-чуть заснуть, там совсем провалиться в какие-то внутренние переживания, потом наружные, а спит разум, разум устает, человек думает, ну все, задолбался. Это гурах, все, он ничего не хочет делать, ему говорят, слушай, Вась, ты же плиту не выключил, сама выключай, ну то есть у него уже нет сил, то есть разум выключился, все, он уже не может себя заставить пойти куда-то, потому что разум, он какое-то время трудится, потом ему нужен отдых, понимаете, то есть разум отдыхает ночью, когда спит, когда он включается, поэтому человек себя не соображает, разум отвечает за самоосознание, себя человек осознает, когда человек может сны видеть, это деятельность ума, но ночью он себя не понимает, не помнит, его сейчас будем, особенно у меня так бывает, я ведь езжу постоянно, то в одном городе, то в другом просыпаюсь, сегодня просыпаюсь, смотрю ночью, красота какая, думаю, я во дворец попал, что ли, у меня поселение в квартире такой хорошей, все белое какое-то такое светится, ну то есть так действует разум, он сначала не соображает, что происходит, и разум также может и соображать, но не всех с разной силой, как мы знаем в сказках, первый умный был детина, вернее разумный, теперь правильно мы уже говорим, средний был и так и сяк, третий вовсе был дурак, ну то есть означает разум слабый, трудная способность заставлять себя понимать, как устроен этот мир, слабое может быть с рождения, может быть сильное, но в результате работы над собой развивается разум, и человек, у которого сразу слабый разум, может стать сильным, в результате правильного процесса, правильного процесса, а процесс связан со слушанием с любовью, слушанием, в котором человек счастлив, счастливым слушанием, поэтому в древней культуре знания передавали песнями, не вот так ба-ба-ба-ба-ба-ба-ба-ба-ба, как, я помню, в институте по физиологии у меня преподаватель, он вот так вот говорил, я думаю, аж закончится эта лекция, то есть мне очень трудно было слушать, потому что оказывается, я потом узнал, что знания надо передавать с любовью, потому что разум, он всегда функционирует, принимает знания, если это на сердце ложится хорошо, то есть если нравится, с любовью, приятно это слушать, поэтому если вы хотите чему-то детей научить, тогда нужно все с любовью не давать, если вы просто давай разум закрывается в это время, он не может включиться, у него вдохновения нет, цели нет, желания нет, то есть нет возможности заставить, потому что если знать строение психического человека, то становится понятно, как обучать, оказывается, что нужно ребенка просто вдохновляюще ему поговорить, чтобы он усадился учить уроки, вдохновлять его на это, по-доброму означает. Я разок смотрел фильм, и я жил в Тольятти, там было такое водохранилище, сейчас есть большое, 20 километров, широкое, не так, как у вас Байкал, конечно, но все равно достаточно широкое такое, как мы его называли, Жигулевское море. Я такой смотрю фильм, и там фильм такой едет Ирлан Быков, ну, как выиграет, и маленький ребенок, и он ему поет «Море существует для чего? Море существует для того, чтобы глядеть, не наглядеться на красоты вечные его». Я такой думаю, ничего себе, надо проверить. То есть я маленький ребенок был, мне было 12 лет, я все исследовал, изучал, я пошел сразу в водохранилище, сел и начал настраиваться, сидел, смотрел, смотрел, и реально у меня поменялось все внутри, я почувствовал счастье, спокойствие такое, идущее от воды. Удивительное чувство, необыкновенное такое, возникло просто, я потому что поверил в его слова, чтобы глядеть, не наглядеться, на красоты вечные его. Я поверил в это, и вот я сейчас так отдыхаю всегда от воды, смотрю просто на воду, сажусь, смотрю, и у меня успокаивается ум, психика успокаивается. Видите, просто с любовью спел пару слов, и это дало знание на всю жизнь, сердце, как отдыхать, как снимать напряжение. Итак, разум контролирует ум, он контролирует также чувственную деятельность, ума есть пять чувств, и каждое чувство абсолютно уникальное. первое чувство, чувство слуха усиливает разум, делает его сильным, означает способным добиваться своего. Вот, допустим, если человек вдохновился тем, что надо рано вставать, у него такое желание появилось, то он встанет без будильника даже, рано утром, потому что он вдохновлённый становится. Понимаете, это деятельность разума, через звук это вдохновление происходит. Невозможно прочитав что-то вдохновиться так сильно, только через звук. машину подпёрли. Понятно? Какой номер? Кто? Машина с передового забора, и там некий выстрел из машины не выехать не могут. Это Рено А656 или Форт А824 или А859? А859 Не, вы лучше одну скажите, потому что все подумают, ну, пускай выходит от Форт сидеть. Чем Форт А824 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 Видите, когда разуму говорят три варианта, он говорит, не-не, это не мой, не мой, не мой вариант, вот этот тот. Практическое опять применение знаний. Итак, видите, тоже как бы беспокойство, мужчина беспокоится, почему? Потому что он имел цель выехать, а цель была прикрыта другой машиной, и в результате возникает беспокойство. Некоторые хотят даже эту машину покоцать, так сильно как бы цель быстрее надо выехать. Допустим, у тебя самолет, ты вылетаешь на самолете, а машина мешает, и ты думаешь, что сейчас ее просто... Вот. Видите, это так действует разум, то есть, если разум не получает возможность достигать цели, тогда ум тоже выходит из равновесия, потому что источник счастья перекрывается краник. Счастья нет, человек без счастья жить не может. Он сразу выходит из равновесия, начинает беспокоиться, его трясет, неплохо. И так, чувство слуха связано с разумом. Это самое важное чувство, потому что разум влияет на судьбу человека, меняет жизнь. А чувство слуха связано с разумом, оно усиливает разум. Больше никакое чувство не усиливает разум, только чувство слуха. Понимаете, чем отличается чувство слуха от уха? Ухо это материальный инструмент для того, чтобы звук приходил внутрь и получать информацию через этот звук. Но чувство слуха это уникальная вещь, она принадлежит уму. А тонкое ли психическое тело ума, оно не умирает вместе с грубым телом. Представляете, психическое тело отделяется от грубого в момент смерти, и все чувства, чувства слуха, обоняния, осязания, зрения, все эти чувства остаются живыми у человека. Представляете, когда он как бы уходит из жизни. И поэтому Высоцкий пел об этом, он пел «Хорошую религию придумали индусы, когда, отдав концы, не умираешь насовсем». Понимаете, пел как бы это что? Видите, классно же не умирать насовсем. Но я до конца в это поверил, когда один доктор наук, который занимался реанимацией, он по сердечно-сосудистой медицине занимался, профессор Моуди, он исследовал пограничные состояния у своих пациентов, когда человек попал в клиническую смерть, потом ожил. И там у него много оборудования было, оно синхронизировало все, что происходило. и примерно 30-40% людей, они дали абсолютно точные показания, но все те, кто себя помнил в этот момент, а там помнить себя невозможно согласно современной медицине, потому что прямая линия идет в энцефалограмме, в сердечной ритме, и все прямая линия, понимаете, это значит, что человек не может ни думать, ни соображать, ни помнить, ничего, у него просто все остановилось. И в это время он воспринимает себя, как будто он взлетел над телом, видит сверху, все видит, все слышит, и рассказывает, о чем говорят хирурги. Все это протоколизируется, когда человек приходит в себя, записывается, потом сравнивается с тем, что было по записям, и совпадает все полностью. И он взял это, понимаете, это все есть видеозаписи, как люди это говорят, то есть это наука. И он доказал, что Высоцкий был прав, ну, что в конце не умираешь насовсем. И он как бы эту субстанцию назвал, он говорит, это какой-то вид жизни, то есть тот же самый человек переходит в другой вид жизни, который в современной науке неизвестен, но зато он известен в древней науке. В древней науке это об этом говорится, что психическое тело, оно как и было, только осталось, оно выходит просто из грубого тела, и все, и живет дальше, поэтому смерти нет. И чувство слуха, оно принадлежит уму, и чувство зрения принадлежит тоже уму, все чувства принадлежат уму, и поэтому все феномены, которые необъяснимы современной науке, они сразу же объясняют. Например, Ванга, она не могла видеть глазами, это достоверный факт, но она описывала все объекты, которые к ней приближались, даже за дверью, потому что ум, он способен воспринимать информацию гораздо глубже, чем чувство зрения, чем глаза. Чувство зрения может видеть на расстоянии даже, а глаза не могут. Понимаете? Я тренировался, и когда я первую лекцию со мной прочитал в Омске в 98-м году, вернее, второй у меня такой широкий семинар, перед ней у меня есть одна знакомая, она работала тогда на телевидении, и она сделала передачу со мной, она позвонила из администрации своей знакомой и говорит, скажи два слова, она сказала, и я описал ее внешне. Делала, говоришь, вы все. Ну да, она прям на прямой связи, люди-то все знают в Омске этот человека, и она на прямой связи. Очень впечатляюще было, на лекцию пришло очень много людей, сидели даже на сцене. Всем хотелось посмотреть, шут такую интересную. Ну то есть это все существует, просто небольшая тренировка, и можно чувствовать человека на расстоянии, понимать, то есть это деятельность, чувств просто, которая нам неизвестна, но она легко достижима, в принципе, как человек на пианино, учится играть, рисовать, такие удивительные вещи, так и можно воспринимать этот мир немножко иначе. Итак, чувство слуха связано с разумом, следующее чувство, чувство осязания, когда мы чувствуем кожу, тоже связано с разумом, но по-другому. Чувство осязания, оно, есть две функции всегда у психики, одна функция силы, другая качество, сила и качество, две функции. Слух усиливает разум, а осязание, чувство осязания влияет на качество, на качество разума, то есть способность разума воспринимать правильно все. Вот, допустим, если человек стоит в автобусе и у кого-то рядом плохое настроение или человек пьяный, пьяный означает разум выключен, у пьяного человека разум не работает. Он очень активен, он всем радуется, но заставить себя ничего не может сделать, он как бы находится в таком состоянии, в котором разум не работает. Поэтому жена ему говорит, ты дурак, дураком, то есть, когда он выпивший. Ну, то есть разум выключен, поэтому человек не может с собой ничего владеть. И когда человек такой прикасается к другому человеку, у того тоже качество работы разума изменяется. И у него портится настроение, он думает, я больше не могу здесь стоять. И отходит в другое место, он думает, что это из-за запаха, но даже если человек касается сзади просто его, он не нюхает ничего, он просто пытается от него подвинуться, потому что это влияет на его психику, то есть он чувствует что-то не то. Иногда люди просто даже не могут находиться рядом с каким-то человеком из-за этого, потому что чувство связания так работает. И по этой причине человек, который изменяет своей жене, чувство связания тоже, трение, там же трение происходит, палочки, колбочки, трение, вот, когда человек изменяет своей жене, то в это время его разум оскверняется, он приходит домой и обманывать начинает, то есть меняется его восприятие мира, он перестает любить детей, жену, в это время любит другого человека уже, начинает по-другому воспринять мир, в результате вот того контакта, произошел контакт у него другой. Поэтому, видите, это предосудительно, почему так вот не говорят, так не надо делать, это нехорошо, потому что это влияет на разум, все, что влияет на разум, это нехорошо, плохо то, что влияет на разум, это нехорошо. Допустим, оскорбил человека, грубо сказал ему какие-то слова, это плохо влияет на разум, ты перестаешь видеть хорошие черты характера в этом человеке, ты перестаешь видеть в нем что-то хорошее, допустим, муж и жена, они любили друг друга, потом поругались, и они не видят, они не помнят, как они встретились, как любили, вот эти чувства, эмоции, все забылось напрочь, они не помнят ничего хорошего друг о друге, если ее спросить, она говорит, я в нем не вижу ничего хорошего, в нем нет ничего хорошего в этом человеке, потому что она просто обиделась на него, понимаете, и так действует разум. То есть обида разрушает работу разума по отношению к конкретному какому-то человеку, объекту. Я это все анализировал в своей жизни еще до того, как изучал Веды. Мне было это интересно. Я всегда исследовал психику, и в первом классе мне учительница поставила два балла. Я ее очень любил. Она такая была для меня красивая, идеальная женщина. Я очень восхищался ей. И так слушал всегда. Она такая идеальная женщина, мне ставят два балла. Девушка моей мечты, в общем-то, ну как бы женщина, то есть девушка, мне было всего 7 лет. Она была уже взрослая, преподавательница, и я чувствовал, что она вот идеал. И она ставит мне два балла. Я думаю, ух, вообще какой кошмар, как я ошибся вообще. Я смотрю на нее, вижу, не вижу ничего хорошего. Думаю, что я вообще не нашел в этом человеке. Я не вижу ничего хорошего. А потом она на следующий день мне ставит четыре. Улыбается, ставит четыре. Я думаю, ну мне кажется, что нормальный человек были в ней. И потом я задумался, думаю, что-то у меня как-то все скочит. Восприятие человека скочит. Я начал думать, ходить такой, мне было 7 лет. Начал думать, как так, почему так? Сегодня она хороший человек, вчера была плохой, ничего не понимаю. Что за ерунда? Я очень удивлялся, как работает восприятие. Почему такая осечка произошла? Почему я из-за какой-то двойки перестал правильно воспринимать человека? Я начал думать, надо, наверное, с собой что-то делать всегда, чтобы восприятие всегда было правильным. В детстве начал об этом задуматься. Потом я понял, что надо делать. Что надо делать? Ну давайте подумаем, что нужно делать. Ну работать над собой можно по-разному же. О, прощай.